Ежегодно с приходом весны появляется информация об активизации докхантеров. На своих форумах в интернете они прикрываются благородными целями и уверяют, что их задача – истребление исключительно безназорных бродячих собак. Остальные – случайные жертвы. Но только случайной жертвой может оказаться кто угодно. Не только домашнее животное, но и маленький ребенок. Есть закон по защите прав животных и жестокому обращению с животными. И это не административное правонарушение, это уголовное нарушение. Поэтому всем владельцам, если вы увидели, что что-то непонятное бросает человек, тут же снимаем на телефон, тут же фотографируем. Многие владельцы пренебрегают безопасностью питомца и отпускают его на самовыгул. Наткнуться на разбросанные докхантерами вкусняшки собака может где угодно – в парках, дворах, площадках для выгула. А последствия такого перекуса часто плачевны. Это несправедливое дело. Почему? Потому что если мы разводим собак, мы должны отвечать за их жизнь. Поэтому я против. В траве приманки увидеть практически невозможно. И первые признаки отравления хозяева порой замечают слишком поздно. Чтобы минимизировать риски для жизни и здоровья, питомца нужно научить командам «фу», «дай» и «плюнь». Если в вашем доме живет четвероногий друг, то в аптечке всегда должен быть активированный уголь, а в телефонной книге номер дежурного ветеринара. Заметив за питомцем любые признаки недомогания, сразу обращайтесь к специалисту. И ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей СОРОВ-24. СОРОВ-24.